Речное училище в этом здании, которое благодаря вам восстановили, под частную балетную студию сдает. Это вообще допустимо или нет? Там и детская, и женщины, и взрослые бодибалетом занимаются. Значит, не для этого восстанавливали здание, надо сейчас развивать. Нам там речное училище не только для Сараскова, но, возможно, для других регионов. Вот я сам из семьи речников, для балета есть другое место. Другое место есть. И поэтому тот, кто идет по этому скользкому пути, предоставляет, Николай Васильевич, прокурор займется и вами, и вами. Поэтому вы со своей стороны не допускайте это. Я еще раз говорю, не надо здесь как шерст-машеночкой ходить. Обеспечьте исполнение закона и больше встречайтесь с людьми. Вот мне она это говорит. Почему вы это не знаете? Ну, если знает, какой там балет. Это то же самое, как в Вавиловском. Взяли, построили бассейн, потом приезжаю туда через два года, рассказывал Роман Викторовичу. Говорю ректору прежнему, пойдемте посмотрим, как в бассейне студенты занимаются. Вячеслав Юрьевич, давайте в другое время. Я говорю, почему в другое время? Пойдемте сейчас. Понимаю, что-то уже не то. Заходим. Женщины занимаются роботом. А для кого построено-то было? Для студентов. Так же и здесь. Для кого восстанавливали? Искали эти денежные средства. Для балетной школы? Нет. Балетную школу берите, размещайте. Огромное количество помещений есть. Под это надо тоже искать здание. Никто не возражает. Но там должно быть речное училище. Училище должно быть. Вот о чем Саратовское телевидение должно рассказывать. Понимаете? А вы повестку утратили. Поэтому хорошо то, что вот с Астрахани приехали. Продолжение следует.